Здравствуйте! Учителя и воспитанники школы номер 1858. Вас приветствуют ученики 3-го Г-класса. Мы продолжаем цикл передач детям обо всем на свете. Сегодня мы расскажем вам историю появления чая. Играет музыка. Появление чая обеяно легендами. Чаще всего ссылаются на ту, согласно которой первыми стали употреблять на 100 листьев пасухи на юге Китая. Обратив внимание на животных, которые ищут без высочек из кустов и делаются бодрее. Родины чайного куста считают Индию, где вместо севастами были найдены дикие кусты с места в ЭССЕ. Однако легенды, связанные с историей чая, уносят нас в Китай, где уже в 2700 году до н.э. в одной китайской рукописи упоминается о чае. По одной из легенд в 1737 году до н.э. китайский император кипятил воду в своем саду. Вдруг с куста, прямо закипающуюся воду, слетело несколько листьев. Он попробовал воду и пришел в восторг от такого приятного вкуса и нежного запаха. Так был открыт чай. Сегодня чай стал одним из самых популярных напитков в мире. Однако первые упоминания об использовании чая относятся к 4 веку н.э. Ученые при этом считают, что чай начали пить много столетий назад в Восточной Азии. Там он использовался в медицинских целях в виде сушеных листьев с добавкой лука, мяты, апельсина, имбиря. Заваривать чай стали кипятком во время династии Минк XIV-XVII век. Таким образом, употребление чая в современном смысле началось менее 700 лет назад. С чаем связано множество интересных легенд и фактов. Например, взрывности искателей эликсира молодости и бессмертия считали его необходимым компонентом. Во многих странах Азии и некоторых странах Африки ценность чая была настолько велика, что он даже служил разменной монетой. Китайский император Киэн Лонг сочинил военную чай и хотел ее писать на всех фарфоровых часах. Известный всем напиток не всегда назывался так, как мы привыкли называть его теперь. В сочинениях древних китайских философов он упоминается под самыми разными наименованиями Це, Тол, Чун, Минг, а также Ча, что переводится как «молодой листок». В начале 8 века большую популярность в Китае приобрел так называемый порошковый чай. Он был очень дорогой и пить его могли позволить себе богатые люди. Лишь немного позже разновидность этого чая стала доступна всем в Китае. Примерно в 780 году впервые был введен налог на чай, который стал основным источником прибыли в Китай. В Европу первые сведения о чае проникли в 1584 году. В распространении способствовали послы, которые привозили его из Китая. В первоначальном, в 16 веке, чай появился в Португалии, затем в Голландии. В Англии он проник во время Ост-Инской кампании в 1664 году. В 1679 году был заключен договор на поставку чая из Китая в Москву. Не обошлось и без казусов. В Европе мода на чай распространилась довольно быстро, но буквально упивались своим новым увлечением. Числавные аристократы, должно, не всегда знали, в каком виде его следует принимать. Так на одном из королевских приемов из чайных листьев был приготовлен салат. Угощение было съедено с удовольствием, так как показаться невежды никто не хотел. На этом мы заканчиваем нашу передачу. В следующий раз вы узнаете много интересных фактов о чае. До новых встреч!